Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас Слуцкий Александр, мы продолжаем проходить карьеру вокруг цвета FIFA 18, продолжаем тренировать Брагу, у нас очередные матчи, давайте глянем календарь, как там у нас Лига Европы, да, Буавишта, а потом уже сразу и Лига Европы, и Венская Аустрия, а потом еще и Спортинг, то есть вы понимаете, да? Вы понимаете, что лидерам отдыхать будет некогда, но с Буавиштой по-любому нужен второй состав, но вроде все готовы, конечно же в запасе все лидеры есть, если что выйдут, если понадобится конечно же, надеюсь что с Буавиштой справимся и без них Дома вроде как-то мы за Брагу именно играем получше, чем в гостях Ну да, надо глянуть состав, конечно же, Буавишты, куда без этого Былось Эспиньокуз, Матеус у них тоже есть Может быть у них Матеуш, кстати, вдруг И Асис у них тоже есть Ладно, много однофамильцев тут А может быть они родственники Как же Жока не попал, подкрутил хорошо, но все-таки не отлично В штангу мяч угодил Фигуэрес Любит он так смещаться на фланг, Тониев Подача с левой ноги, вроде должен нормально подавать и с левой Опа, а что это тут за привозы такие Орта 1-0 Я не знаю, чем там занимался защитник Может быть он задумался О смысле жизни своей штрафной, я не знаю Смотрим повтор, вот здесь вот, что это такое Что с ним было Он пытался поставить корпус, видимо Да, бывает такой глюк FIFA У ботов, да и не только у ботов, даже и у тебя бывает И в онлайне у соперников Вроде они пытаются поставить корпус А футболист занимается голематьей какой-то Ну ладно, мы этим воспользовались Накрыли И забили Там через пас даже Орта отличился Жока, двоих прошел Третьего пройдет или нет? Паулини, ну что ж ты не открываешься? Зачем ты останавливаешься? Тониев А вот у Тониева уже один в один переиграть не получилось Ух ты Матеус Тащит У нас опять оборона провалилась Ну не впервой, особенно в таком составе Орта Обыграл Дальше делает забегание Паулини смещается Орта Очень неплохо Подача на Тониева На опережение не получилось Орта Сам же пытался пробить угловой Хорошая атака Бегу я раз И подача на дальнюю Замыкать! Ух ты! Среагировал как ассис Правда офсайд, но все равно Молниеносно просто на мяч пошел Смотрите еще раз Ну разве Жока бил? По-моему ведь не Жока бил Но видимо все-таки Жока коснулся мяча Из-за этого офсайд Ух ты, рикошет какой! Ой-ой-ой-ой-ой! Могли опять Зафейлить все Боты Они умеют Но в этот раз Футболисты было вид, что справились С этой трудной задачей Под названием рикошет Под названием рикошет Жока опять! Вот он любит На маленьком пространстве Обыгрывать На своем платке Когда любят говорить Вроде бы уже все Некуда деваться А он возьмет и обыграет Один в один Этим он Действительно хорош Фигуэрос Этот тоже любит По обыгрывать Тониев Остановился Ушел от защитника Таки Тониев Ну ехай Долго он делал Этот ложный замах Я его сделал еще До того, как он К лицевой подошел Ну да ладно Техники немножко Тониеву, конечно, не хватает А вот и Тониев С левой зарядил Нет, Тониев Что-то у тебя в этом матче Пока многое не получается Хотя возможности-то есть Первый тайм завершен Один ноль Скромный счет И мы воспользовались ошибками Да, там Защитников Буавишты Пока сами создать Прям супер опасных моментов Не получается Эх, Франсерджио А он может Мы тоже знаем Что издалека он забивал К сожалению, не попал В этой ситуации Низом пробил Причем Бывает Залетает такое Постараемся вообще Не трогать основу В этом матче Пока счет нас устраивает И Нужды нет Использовать лидеров Жока Направо Фигуэр Раз Нет Слишком Слишком далеко был Защитник Ох, сейчас Заблокировали В последний момент Удар Буавишты Вниматель Внимательнее Нужно обороне Конечно Наши действия Тяжело Ими обороняться Вот этим составом Кроме Фигуэреса Тем не менее Пока справляемся И играем на ноль Фигуэрес Пошел открываться вперед Тонев Видит это Фигуэрес Обыграет Один в один Вроде обыграл И передачу Вразрез Хорошо Жока Останавливается И в дальний Да как же так Опять очень долго Подготавливался К удару Жока И не забил Фигуэрес Очередной навес На дальний И Вот оно 2-0 Наконец-то Наш этот розыгрыш Сработал Кто забил-то Кто так мощно, дерзко и смело пошел на этот навес По-моему, Уилсон, да? Голову подставил на опережение Да, именно Уилсон вроде как Опередил защитника Не побоялся Хотя, смотрите, показывают, что автогол, но я не знаю Ну пусть будет автогол А это уже Паулинио и ставит точку 3-0 Интересная атака у нас Скомбинировалась А в этот раз Паулинио сначала поучаствовал в перепасовке в центре поля А потом резко открылся И тут не было одного защитника Как раз в эту зону вбежал, никакого офсайда И 3-0 Боавишта сопротивлялась как могла, но Все равно от разгрома они не ушли Что натворил Тониев? И Паулинио красиво изящным ударом 4-0 Тониева боялись трогать, наверное, чтобы пенальти не заработать Хотя с нами лучше пенальти зарабатывать, учитывая реализацию мою 4-0, потрясающе Вот здесь Тониев раз, троих прошел и передачу сделал Там ногу вроде защитник подставил Но это не спасло Паулинио обработал И в домик вратарю Уже не первый гол в последнее время Забиваем именно в юбочку Четвертый гол в чемпионате Португалии У Паулинио доказывает он, что не стоит его списывать со счетов Ну вот опять, а, ну ближняя штанга У нас не хватает высоких игроков, чтобы закрывать и ближнюю штангу, и центр штрафной, и все остальное 4-1 Хотелось так, чтобы сухарь был у нашей обороны, этой запасной вратаря у Мателоса, но нет Опять с угла Опять пропускаем после углового Все Финальный свисток 4-1 Посмотрим, кто лучший игрок Я думаю, Паулинио Я думаю, Паулинио Так оно и есть, да 9-6 оценка Два гола Голевые раздавали Францерджо Ассист Тонев Ну а голы, кроме Паулинио, забили еще Орта И Собственно, был автогол, да Но я считаю, что Уилсон там отличился Не понял А, Тандела тоже выплатил отступные То есть, куда игрок пойдет Ну, куда он захочет, туда и пойдет, в общем Ассист говорит, спасибо за то, что выпускаем его Кажется, Тиаго Сав сделал свой выбор Значит, Тандела сорвалась Сорвался переход Ну а Санта-Мария, да Все Получает Получает этот клуб Нашего третьего голкипера Не знаю, зачем он им нужен, но Пусть Итак, Венская Аустрия Играем, причем, в гостях Я думаю, будет интересный матч Основа Полностью готова Опять в рифму, да Это предложение Ну и что Я думаю Ничего тут менять не стоит Все и так неплохо Есть кем усилить игру, освежить Поэтому будем просто Начинать У Марфинша уже рейтинг 80, да Заметили Догнал Бенедетто и Данилу У нас многие к рейтингу 80 приближаются ТТ вообще 81 Но он в аренде Критюк 80 Это радует, конечно же Это очень сильно Радует И да, стоит отметить, что Венская Аустрия Победила А нет, по-моему, проиграла Да, она проиграла в первом матче Саутгемптона Я вроде это вам не показывал Да, Саутгемптон Конечно же, выиграл в первом туре Как и мы Поэтому Ну, Аустрию нам надо побеждать Безусловно Потому что с Саутгемптоном Будут самые сложные матчи Как мне кажется Хотя У нас по-разному бывает Курт Лейн Стадион Жалко, да Вот Как бы я хотел, чтобы все стадионы Вообще Команд, которые присутствуют в игре Ну, хотя бы Первых лиг Хотя бы там Не брать вторые дивизионы Третьи Сделали бы, да FIFA Ну Мечты, мечты Не хотят так Заморачиваться Посмотрим на состав Аустрия Быстренько Так, одним глазком Может быть, знакомые фамилии Увидим Итак Кто здесь у нас есть Ну На самом деле Никого не вижу Интересного Ух ты Бенедетто Какой мяч укротил И передача в центр Ну же Забивать нужно Не дают пробить Эшгайо На Бариоса Да Бенедетто Сейчас мог сделать гол Жаль, что не использовали мы этот шанс Снова Бенедетто Разворачивается И он все-таки делает гол Но чуть позже 1-0 1-0 Дарио Бенедетто В своем стиле Это его стихия В плотной борьбе с защитником Развернуться и ударить Что опекают его в таких ситуациях Что не опекают Что прессингуют Что нет Без разницы Он все равно Свое забивное дело Демонстрирует И это снова Бенедетто Но на сей раз уже вдвоем Его прессинговали Не получился удар точным Но на ударную позицию Удалось ему выйти Так вот здесь нужно аккуратно Главное не фалить Прострел Но вроде как Вся наша линейка защитников Этот прострел Предугадывала И перехватывала Быстрая атака Браги Так, Мартинш Дважды развернул защитника Сыграл с Бенедетто Дальше что? Дальше Данило Данило О нет Последние матчи В последних матчах Я наблюдаю такую картину Как только мяч у Данила Сразу один или два игрока Стерегут его удар То есть не позволяют ему бить Бенедетто Ой здорово Скрытый пас какой Шадаш Тоже разворачивается Опять я чуть-чуть тороплюсь Открылся уже Бенедетто Можно было ему выкатить Бенедетто Ну вот снова его открывание И снова гол 2-0 Браво просто Дарьо Бенедетто Делает дубль Ну опять начинается Да его Голевая феерия Не думаю что В Европе Здесь в Браге Да мы Столько голов Увидим от Бенедетто Я уже говорил почему Но тем не менее Вот дубль Пожалуйста в Лиге Европы Рисковал кстати Подрабатывая мяч Под правую Тут Защитник был рядом Мог и успеть накрыть Но не успел Так что победителей Не судят А вот и удар Данила На сей раз не накрыли Но слишком далеко было Да и удар Акцентированным не получился По центру Прям в руки Вратарю Жгаю Ух ты Он тоже умеет Да Отсюда приложится 3-0 Аустрия бита Не могут они справиться С нашей атакой Вообще Вроде стараются Вроде плотность Получается у них держать У своей штрафной Но бесполезно Здесь стеночка с Бенедетто Смотрите да Какая плотность Но Развернулись Нашли Небольшое пространство И сразу Жгаю Прямо в уголок Ну не в уголок Ну хороший удар Плотный просто Хотя нет Все таки в угол Все таки в угол Но на удобной высоте Для вратаря Тем не менее 3-0 Дубль Бенедетто У него еще и голевая передача Должна быть Да И Эшгаю тоже отличился Первый тайм завершен 3-0 Я доволен Учитывая что у нас там матч против спортинга И такой комфортный счет Мы обеспечили себе Здесь По сути можно Поэкономить силы Лидером вновь Но только кому Даже не знаю Надо выбрать Ну давайте Данило уйдет Франсерджо вместо него Вместо Бенедетто Сыграет Поу-линию Во втором тайме Ну и пока все Третью замену я оставлю Шадош 4-0 Ну зона по центру Вообще Слабое место В обороне Аустрии Вот Именно отсюда Примерно с линии штрафной Да Наносим удары И залетает же Не успевает накрыть Плохо Действует в борьбе Опорные полузащитники Прежде всего там Австрийской команды Ну и получают голы 4-0 Что сотворил Ижгайо И нужно навесить На дальнюю Хорошо Мартинш 5 5-0 Ижгайо всех пробежал Прошел на дриблинге Там обманул Некоторых Защитников Они остались Все позади И сместились на него Перевод И Мартинш Надо сказать Рискованно пробил Прям От штанги Мяч залетел Но очень В итоге Красиво получилось 5-0 Плачет вратарь Венская Устрии Но что тут поделаешь Ну что Последнюю замену Все-таки мы сделаем Шадаш устал Ну как всегда Жока вместо него Шадаш Ну что Последний гол Его В этом матче Да Шестой Получилось Дальний Отправить На технику Перед заменой Перед заменой Забивает Шадаш 6-0 Венская Аустрия Разгромлена Именно в Австрии То есть На домашнем стадионе Знай Брагу Еще один шанс У нас забить Ижгаю Прострел Ох как получилось Хорошо Мартинш Ну надо было Забивать седьмой Ижгаю тебе опять На блюдечке С голубой каемочкой Мячик доставил Ижгаю Разворачивается На вес Здесь будет сложно Скинуть Скинуть Не получилось У павлиньо Как же хочется Наконец Критюку Сухарь подарить Вроде мы к этому близки Когда если не в этом матче Да Ну вроде 6-0 Да И никаких сподвижек У наших ворот Не предвидится Хотя вот сейчас Смотрите Аустрия перешла в атаку Жгаю Отбор Но атака продолжается И вот он удар Вот опять Удар такой неприятный Был вроде не сильный Но Критюк у нас уже Такие пропускал Все друзья Да 6-0 В лиге Европы Идем дальше И нам предстоит Теперь с Саут Гемптоном Сразиться Но не в этой серии Я имею ввиду В следующем туре Лиги Европы Начался Бенедетто Ну а потом уже Разошлись 17-1 по ударам Ну мы полностью Уничтожили австрийцев Вообще лучший Наверное матч Из официальных За Брагу Получился у меня Шадош Лучший игрок матча Два гола Один ассист Голевые также Паулинио Эшгайю 3 отдал И мог 4 отдать Если бы Мартин Замкнул Великолепно Кто у нас там Вызван в сборной Кенни ТТ В Голландию Рикардо Ферреира В Португалию Критюк в Россию И Александр Тонев В Болгарии Но он Александар Все-таки Не Александр Ну что ж Спортинг В гостях Вот это будет интересно Конечно С лиссабонцами сыграть Думаю что они будут В хозяйской конечно форме Так Ну а снова Более или менее Фланги да Немножечко уставшие Но можно Орту выпустить На первые минуты Потом Мартинша Во втором тайме На усиление игры Еще Кинуть на поле Да Поехали Один из самых Интересных матчей У нас да В чемпионате Португалии Спорту уже сыграли Теперь со Спортингом Потом еще ответный будет Со Спортингом И Спорту И с Бенефикой Еще два матча нам предстоит Самые интересные поединки Да В чемпионате Португалии Для Браги Ну и давайте смотреть состав Бас Дост Все еще здесь Или нет Сейду Думбия Там еще должен быть Да Смотрите Бас Дост Сейду Думбия Пара в атаке Мане Но не тот Справа А это не Нет Кикута Пишется Ска По-моему Представляете Это Кикута Мане Тот самый Легенда Предыдущей карьеры Вокруг света Нашей Фернандеш Акунья Слева Полинья Опорник Да Куатес В защите Как без него Руи Патриси На воротах Ну тут конечно уже Большую часть состава Я знаю Поехали Надо сказать Спортинг очень пока Качественно контролирует мяч Нам надо тоже Подержать Повладеть Инициативой Немножко Подержать мяч Иначе это плохо Закончится С другой стороны В контратаке Легко убегать С такой игрой Да Барриос Вот допустим Ему пас Да Барриос Уходит Не уходит От подката Но это красная карточка Куатес Ребят Ребят Это должна быть красная Он сорвал выход Один на один Да Это красная карточка Облегчает нам жизнь Немножко Скорее всего Хотя посмотрим Бывает что команды Собираются В меньшинстве Будет ли пенальти Или будет штрафной Тоже интересно Замена сразу же У Спортинга Думбия Сиду Думбия Уходит И Жереми Матье Появляется Лучший защитник Барселоны Ну что Тут надо конечно же Разыгрываться И удар Данила Эх С левой ноги Ну Слушайте Интересный розыгрыш получился Только там вот У нас зачем-то игрок Бегал Перед нами Из-за этого Чистым розыгрыш Не мог Получиться Вообще никак Ну наш традиционный Вы знаете С забеганием Третьего игрока Или первого игрока Так Перехват От Фернандеша Такая передача На Мане Но здесь Секейра Надежен Грамотную позицию занял Все вроде контролировал Шадаш Орта Где там Бенедетто У нас Орта Разворачивает защитника Ух ты Пенальти Что ж они так жестко И действуют Очень грубо Пошел защитник Прям в игрока Не знаю Спортинг Накачали Накачали Замотивировали Не знаю Как это еще Объяснить Ну посмотрите Ну что это такое Ну окей Надо забить теперь Эшгай у мяча Да нет У нас есть Кандидат получше Я думаю Да Бенедетто Добивай Господи Думал я куплю сейчас Вратаря Он прыгнет Куда-нибудь в угол И ударю по центру Нет Он остался И Руй Патрисио Выручает Спортинг Ну что Красная карточка Пенальти А счет-то все еще 0-0 Орта На фланг Можно отдавать Можно самому уже пробить И еще удар Данила Ну же Где он Бенедетто Запрессинговал Ну-ка Шадаш И в дальний угол Патрисио тащит Здесь Данила На подборе Еще удар И снова Руй Патрисио Пока один вратарь сражается За весь спортинг На самом деле И жгаю Передача Разворот Защитник Удар Руй Патрисио Снова задевает мяч Продолжаем давить 20-ая минута 0-0 Орта Разворачивается Подача Бенедетто Все Нет офсайда 1-0 Додавили Дарио Бенедетто Вновь забивает Оставили его Одного Искусственный Оффсайд Делал спортинг Но ошибся где-то Кто-то задержался Смотрите Да Вот здесь Ближний защитник К Орте Как раз таки Заснул Не вышел вовремя И Бенедетто Из правильного положения Рыбочкой Головой Посылает мяч в сетку Спортинг 1-0 Да капец С пенальти Что-то нужно делать Я не знаю Буду по девяткам Стараться бить Лучше уж маза Чем бить во вратаря Да Постоянно Мы постоянно бьем Во вратаря То есть Все читают Вратари соперника Вот ни разу Еще не было такого По крайней мере В Браге Чтобы я ударил И вратарь прыгнул В другую сторону Он прыгает именно туда Или остается на месте Орто снова Искрытая передача Прошла Шадаш Еще раз вернулся Это чересчур Надо было забивать Конечно уже Но почему-то Бенедетто там остановился А я ему хотел Передачу отдать На дубль Шадаш Терзаем Мы просто терзаем Оборону спортинга И можно раскатать туда 2-0 Ижгая Это был раскат Но не хватает Игрока Спортингу Теперь при обороне Очень Жестко настроены Были защитники Ну и поплатились Поплатились красные Поплатились пенальти Которые я не реализовал Разумеется Игры Патрисию Жалко Он тащит как может Но тут вообще Был раскат Практически На пустые ворота Ну не на пустые В противоход Да ударить и все Что и сделал Ижгайо И снова раскат И орто Ух Патрисию Да что ж ты делаешь то Как он сейчас Среагировал Я не знаю Я уже видел Мяч в сетке Снова орто Ну что Опять повторим Тот же трюк Нет Не дали Развернуться По левую В данной ситуации Навесить Бенедетто Вдаль И давай 3-0 Дубль Бенедетто Жаль что Конечно Пенальти я за него Не реализовал У спортинга Нет шансов Друзья В меньшинстве Против нас Вообще Никаких Никаких Шансов Абсолютно Удачная серия Получается Разгромили Аустрию Теперь вот Пахнет Разгромом Спортинга Это хорошо А то какие-то Тяжелые матчи Были В последнее время Так Ну что Как я и хотел Выпускаем Мартинша На левый фланг Во втором тайме Да Можно Жоку еще И снова Бенедетто И снова Бенедетто Остановился Покатил Жока Не дали Пробить Ладно Успели все-таки Здесь прибежать Опорные Полузащитники Спортинга У них замена Баталья Вместо По линии Свежий опорник Выходит Ну окей Попробуем Вот сюда Навесить Собственно На Бенедетто Ох Какой прием Плохой Меща Да Жгаю Ах Красиво Опять На противоходе Защитника Поймал Жгаю На дальнюю Там Бенедетто Замыкает Не замыкает Серьезно В каркас Попал Бенедетто С лета Эх А я уж думал Хэттрик будет И снова Бенедетто Один Не ну Матьео Это не тот Кто должен Опекать Бенедетто Конечно Не попадает Он в ближний угол Никак Хэттрик Не может Сделать В обороне Практически У спортинга Никого Нет уже Так что Надо забивать Еще Пора бы Уже Да Ох Передержал Передержал Бенедетто Мяч Баздост Мане Очередные Потери Спортинга Здесь Ижга Ее поборолся Данило Жока Но опять Не то Такие у нас Шансы Тут На контр Выпады Там два Защитника Остается Чуть ли не один Вообще А мы не можем Его Раскатать Ну бывает Концентрации Уже не хватает Мне Потому что Все уже Решено В этом матче Мартинж Бенедетто Да е-мое Что я делаю Ужасно Ужасно Использую Наши шансы В выпадах Снова Ижгаю Давайте Забьем Все-таки Давайте Забьем Мартинж Вот и все 4-0 4-0 Это должно Было Случиться Потому что Совсем Раскрылся Спортинг Очень высокой Линии обороны У них была В малом Еще количестве В малом И вот он Четвертый Гол 4-0 Друзья 4-0 6-0 Саустри 4-0 Со Спортингом 10-0 За два матча По-моему Мы набираем Форму Да Просто Уничтожили Ну на самом деле Куатвис тут Подвел Лиссабонский Клуб Если бы не его Красная карточка Возможно Была бы какая-то Интрига и борьба Ижгаю 10-0 Оценка Забил гол Голевых не раздавал Но видимо Да Смотрите Передачи 13 из 13 Обводки 7 из 7 Навесы 1 из 1 Отборы 3 из 3 Вот это показатели У Ижгаю Идеальный матч провел Просто лучше некуда Да Генедетто 2 гола Голевая передача Но рейтинг ниже Потому что Ижгаю Творил просто Что-то сумасшедшее Давайте подводить Некоторые итоги Нашему старту В этом сезоне Значит Матчат в чемпионате Португалии 7 матчей 21 очко 25 забитых мячей 5 пропущено Все тут великолепно 5 очков отрыв От второго места Что касается Кубка Мы кстати будем играть С теми с кем будем играть И в чемпионате Следующий тур Окей Виктория Ситу был по-моему Да Предсезонку выиграли Тут Ювентус Что в Лиге чемпионов Давайте все группы посмотрим Тут кстати Бенфика участвует Из нашего чемпионата Но пока Пока совсем Не ахти как Действует Слушайте Эта же группа Прям Почти стопроцентное повторение Одного из сезонов Когда Зенит Участвовал в Лиге чемпионов Они были в группе С Атлетику Мадрид С Байером И с Бенфикой От Генк Конечно тут лишний Вместо Генка Быть Зенит поставить И идеальное повторение Той группы Забавно конечно Или погоди Или это было все таки Не с Бенфикой Слушайте Я уже забыл Или это было с Аустой Короче Не важно Манчестер Сити Брюги Монако Боруссия Тут у нас Брюги Ничего себе Смотри-ка Держатся В такой Группе смерти Барселона Интер Аякс Базель Ну тут все Предсказуемо Боруссия Минхенгладбах Манчестер Юнайтед Селтик Марсель Манчестер У них 6 очков Странно Бавария Арсенал ЦСКА Спортинг ЦСКА с Арсеналом У нас тут в группе В одной Им скоро играть Одну четвертую финала Лиги Европы В реальности Да и наш Спортинг Вот из нашего чемпионата Который мы сейчас Вынесли На последнем месте Рома Реал Бешикташ Паок Надо же Реал тоже Не 6 очков ПСЖ Фенербахче Ювентус Зенит Господи Два поражения В двух матчах Но группа сложная ПСЖ Ювентус Фенербахче Не повезло тут Сожребием Наполе Тоттенхэм Севилья Порту Порту тоже На последнем месте Португальские клубы Играют очень и очень Неудачно Пока что В Лиге чемпионов По крайней мере Посмотрим Что в Лиге Европы Валенсия Филинор Сангален Руссенборг Абердин Милан Витес Олимпиакос Атлетик Бильбао Ницца Эльфсборг Рейнджерс Самбдория Вильяреал Легия И Азет Егелония ПСВ Егелония на первом месте Идет Ничего себе ПСВ Войсбург Зюльте Варигем Эвертон Галатасарай Бронбю И Ангбойс Андролехт Лион Дандолг И Зальцбург Ничего себе Зальцбург Что так плохо то Челси Локомотив Кстати Нормально Рапид Мари Тимо Тоже из нашего Чемпионата Тоже очень плохо Идет команда Локомотив С Челси По 4 очка Нормально Брага Саутгемптон Копенгаген Аустрия Ну Саутгемптон Тоже Две победы В двух матчах 7-1 у них разница У нас 9-2 Будет борьба За первое место С англичанами Шальке Краснодар Молодцы Ольбург Гимарайнш Опять на последнем месте Португальская команда Окей Вердор Лацио Грассхоппер Мальмё Башак Шехир Медиполь Турецкая команда Амкар Ливерпуль Что творит Амкар Друзья Вы посмотрите Победа и ничья И они идут на первом месте С турецкой командой Вместе Ливерпуль Ливерпуль Кому-то проиграл Не знаю Либо туркам Либо нашим Если Амкару Ливерпуль слил Это конечно жесть Тем не менее Амкар пока идет На втором месте Окей Представляете Мы с ними встретимся В плей-офф Лиги Европы Вот это будет конечно смешно И вообще Ужасно нереалистично Ну да ладно Увидимся в следующей серии Не забывайте про лайки И комментарии Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok